Россияне столкнулись в 2021 году с несколькими важными нововведениями. Это индексация пенсий и переход на электронные трудовые книжки. Что необходимо знать о произошедших изменениях, нам рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда. Бумажные трудовые книжки больше заводить не будут. Вступил в силу новый порядок введения документа для тех, кто впервые устраивается на работу. На таких сотрудников теперь оформляют только электронный формат без внесения каких-либо данных на бумажный носитель. За теми, у кого уже имеется опыт работы, остается выбор. Оставлять старую бумажную версию или полностью перейти на цифровую. Если человек выбрал на сегодняшний момент продолжение ведения трудовой книжки в привычном бумажном формате, он впоследствии всегда может обратиться к своему работодателю с письменным заявлением о выборе ведения, сведения о трудовой деятельности, то есть ведения трудовой книжки в электронном формате. По своей сути, как поясняют в пенсионном фонде, электронная трудовая книжка, новый формат, хорошо знакома всем работающим документам, только в цифровом формате. И все сведения хранятся в одном месте, поэтому электронную трудовую книжку нельзя потерять. Кроме того, у каждого сотрудника организации есть доступ к информации о своей трудовой деятельности. Для этого необходимо зайти на портал госуслуг или в личный кабинет на сайте пенсионного фонда, где можно сделать необходимую выписку. Прием, он посмотрит само кадровое действие, будет указана дата приема, будет указано основание приема, будет указано само кадровое мероприятие приема, безусловно, будет указано и номинование, регистрационный номер в ПФР его работодателя, то есть это все будет указано. Сейчас все трудоустроенные граждане, которые сделали выбор в пользу электронной трудовой книжки, а их в Тверской области насчитывается более 30,5 тысяч человек, бумажную версию должны хранить сами. Однако в случае потери все записи о своей работе придется восстанавливать самостоятельно. А вот для тех, кто уже завершил свою трудовую деятельность, с 1 января увеличился размер пенсии на 6,3%. Индексация производится автоматически, дополнительно обращаться к жителям Верхней Волжи никуда не надо. Пенсию в новом размере неработающие граждане получат уже в январе. В итоге средний размер пенсии увеличивается на 1014 рублей, составит 17 160 рублей. Индексация осуществляется на сегодняшний день с 1 января страховых пенсий. Это пенсии по старости, пенсии по инвалидности и пенсии по случаю потери кормильца. Выплата в новом размере будет осуществлена только тем гражданам, которые не работают. На сегодняшний день к этой категории относятся около 300 тысяч граждан. В пенсионном фонде напоминают, что при возникновении вопросов по начислению пенсии можно обратиться в территориальный орган письменно через онлайн-приемную на официальном сайте ПФР или по телефону единого регионального контакт-центра с использованием кодового слова. Продолжение следует...